О боже, Мэри Джейн! А впрочем, она как всегда прекрасна. Хей, йо, братва, с вами Сердж и это игра 60 секунд. Да, за 60 секунд мы должны успеть что-то сделать, а вот что? Сейчас узнаем, погнали. Select the type of atomic adventure. То есть мне нужно выбрать как бы подразделение, после которого начнется весь хардкор в этой игре. Суп может храниться у вас 737 лет. Потрясающе, мои внуки еще успеют пожрать. Ой, бла-бла-бла, а как взять-то? Надо было, сука, туториал смотреть, дебил, как взять? Я не могу взять топор, наверное, придет. Берем, берем, это тоже берем. Суп, много супа, надо в убежище, какого хрена? Что делать? О, окей, сбросил. Так, женщина, идешь со мной. Женщина забирает два гребаных, да, два гребаных, надо ружье, чтобы его взять и что-то еще делать. У меня время кончается, чуваки, мне нужна вода. Еда у меня, еда не получила взять еду, какого хрена? Топор, нет места для топора, какого хрена, чуваки? Бросаем это, возвращаемся в ванную, берем какую-то непонятную хреновину, вода, еще суп, еще вода. Так, мелкий пиздюк. Нет места для мелкого засранца. Окей, бросаем все вниз, подбираем мелкого засранца. Мелкий засранец, иди ко мне. Берем в убежище. Какого хрена аптечка занимает так много места? Женщина, мне нужна еще одна женщина. Насколько я знаю, тут должна быть сестра. Иди сюда, детка. Она такая толстая, что за меня... Я должен успеть. Я успел. Потрясающе. С первого раза я прошел просто как царь на изи, понимаете? Просто на изи. Вода, ядерное приключение ожидает эссенция жизни. Основа, основа, основа основ. День первый. Окей, журнал. Давайте посмотрим, что там написано. Все из нас добрались до убежища за секунду до удара. Это было близко, но мы спаслись. Главное помните, есть консервы, полезно для здоровья. Наши полки полны банок супа. Мы будем есть из них, мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды, это значит, нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Раздать припасы. А я ничего не хочу раздавать, какого хрена? Было бы восхитительным, почему бы нам не покинуть это место и не прогуляться по поверхности, как мы привыкли. День второй. А, ну мы уже погуляли, видимо. Окей. Мы можем заботиться только о себе. Поразительно, но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит. Тимми в хорошем... Тимми-Тимми. Тимми в хорошем состоянии. Ну, по крайней мере, он был таким пять минут назад. Если бы с Долорес что-то произошло, мы бы написали об этом. У Теда нет никаких проблем в это прекрасное утро. Собрать вещи в паху для пустоши. Окей. А кто пойдет? День третий. Господи, вы посмотрите на ее прекрасное личико. Так и хочется ей вдуть. Вот примерно так выглядят данные персонажи. Ну, а муху я, к сожалению, изобразить не могу. Тут нет дерьма. Есть одна необходимая вещь. Это вода для Долор... Пл-пл-пл-пл-пл. Есть одна необходимая вещь. Это вода для Долорес. Долорес сильно устала. Давайте-ка детям раздадим попить. Хотя нет, я добрый. Я раздал попить всем. День четвертый. Я слышу радиацию. Воу-воу-воу. Полегче, полегче. Поразительно. Но Мэри Джейн прекрасно справляется с данной ситуацией. Она прекрасно выглядит. О да. Она просто секси. Время раздать припасы. Пф, сейчас. Кто-то очень сильно постучал в люк. Мы слишком напуганы, чтобы открыть его. Может быть, есть хорошие новости, верно? Мы бы с радостью приветствовали дружелюбное лицо. Даже если бы это был наш сосед Нед. Но уверен, есть какая-то причина, почему наш город разбомбили. Есть на это причина. Мы должны открыть. Открывай, у нас есть оружие. Погнали. Мы открыли люк, но там никого не оказалось. Чёртовы шутники подшучивают даже во время апокалипсиса. Сегодня не произошло ничего нового с Мэри Джейн. Да, она по-прежнему так же сексуально выглядит. Тимми выглядит нормально. Насколько нормально он может выглядеть в данной ситуации. Но если это норма для всех, то он потрясающе выглядит. Несколько часов спустя языки пламени охватили нашу стену. Надо успеть что-то спасти. Что мы выберем? Ну, аптечку, потому что другого нет. Я прожил шесть дней, чуваки. Это просто потрясающе. Лекарства! Хватайте лекарства! Это было единственное, что мы успели спасти, но огонь распространялся быстрее и попал на другие припасы. Нам нужно посмотреть, что в порядке, а что нет. А почему никто не хочет жрать? В нашем городе всё ещё сильное загрязнение радиации. Путешествия в такое время опасные. Но я люблю опасности. День седьмой. И тут он воскрес. Правда, кто, я не знаю. День восьмой. Господи, посмотрите на Мэри Джейн. Она сексуально выглядит, впрочем, как и всегда. I'm sexy and I know it. Мы перестали драться, но надолго ли? Судя по их лицам, единственное, что они делали, это нихрена. Что это за звук? О нет. Что-то или кто-то прямо под ногами. Под нами. Серд, что ты читаешь? День девятый. О, Тимми что-то заметил. Что там, чувак? Тимми? Когда я, блин, смогу отправ... О, Тимми находится в полном здравии и полном оптимизма. Окей, Тимми, ты идёшь. Или не идёшь? День десятый. Какого хрена я собрал этому чуваку? Грёбаные шмотки, и он не отправился в пустошь. Вот, ублюдок. Кто пойдёт наружу? Ну, давайте пойдёт Тед. Да. День одиннадцатый. О, толстяка нету. Какого хрена? День двенадцать. О, суп. Я вижу суп. Какого хрена они его не едят? Там какая-то пиписька синяя. Но как только мы вышли, мы заметили, как пара животных, светящихся глаз, блеснула из темноты. И это животное начало рычать самым ужасным образом. Ну, примерно так. У нас была пара секунд, чтобы решить, что делать. Оружьё. День тринадцатый. Чуваки, я почти две недели выжил. Я красавец. Я знаю толк в выживаниях. Обращайтесь ко мне. День четырнадцатый. Да, чуваки. Да. Он пришёл. Но... С ним чё-то не так. Ура, наши припасы спасены. Это плохие новости для волосатых мутантов. О, волосатые мутанты. Тед успешно вернулся из своего путешествия на поверхность. Выяснилось, что вызов скорой помощи больше не вариант. Мы нашли больницу, она в руинах, но часть уцелела. И мы решили пройти через завалы и порыться в них. В столовой был очень крутой запас томатного супа. Похоже, что только этим они и кормили. Мэри Джейн выглядит сегодня отлично. Знаете, я не сомневался в этом. Я могу вылечить Теда. Я красавец. Я позаботился об аптечках. Мы не думали, что будем рады увидеть танцующего таракана. Мы видели одного. Большого. Как кошка. Хорошая новость. Он отпугнул крыс. А плохая новость. Он может напасть на нас. Но я не могу его убить. Поэтому он будет нападать на нас. День пятнадцать. О боже, они такие огромные. И еще один. Убоги. Мы обречены. Мы уже все грязные. А это речь о неграх? Тимми желает яблочного сока. Чувак, ты не охренел ли? День семнадцать. Тед похорошел. Это заметно. А вот Мэри Джейн стала красивее. Девятнадцатый день. Наши новые соседи-тараканы выглядят грязно и отвратительно. Но это не самое худшее, что может быть. Их становится все больше и больше. Может удастся уговорить их уплатить аренду? Сука. Это... Я, конечно, понимаю, 19 дней под землей, но... Это речь о неграх? День двадцать. Говорят, счастье в темноте. Ну, если вы понимаете, о чем я. Кто пойдет наружу? Естественно, Тимми. Он мужик. Хотя нет. Дети тупые. Лучше пойдет мама. День двадцать первый. Оу, Мэри Джейн прекрасно выглядит. Она такая сексуашка. Врут. Врут и не краснеют. Она выглядит потрясающе. Ох, я б ей. День двадцать второй. Тед красавец. День двадцать третий. Какого хрена она еще не вернулась с поверхности? День двадцать четвертый. Вернулась мама и красава. Ты принесла хавку и радио. Потрясающе. А еще аптечка. Еда. Еда. Это то, что нам нужно. Что упало на этот раз? Хлеб, сыр, мясо, два супа и две воды. Потрясающе. Аптечка. Плюс один. Радио. Соберем еще вещи для следующего путешествия. Потому что как бы запасов хавчика у меня полно. И я думаю, что мы сможем справиться и принести еще что-то интересное. Окей. Лечим Долорес. Раздаем всем попить. Кто пойдет наружу? Естественно, Тед. Он красавец. День двадцать шестой. У Мэри Джейн все ок. Я не удивлен. Нет. Долорес ничего не будет есть. И мы включим радио. День двадцать семь. Мы знали. Правительство не пало. Они идут к спасению граждан. Они не дали точных дат. Но мы уверены, что они не заставят нас ждать очень долго. Они сказали, что в ближайшие десяток дней спасут нас. И сказали ждать дальнейших инструкций. Чуваки, мне еще прожить десять дней. Но хавки никакой. День двадцать восемь. О боже. Мэри Джейн. А впрочем, она как всегда прекрасна. Какого хрена им нужна аптечка? У меня нету столько аптечек. Сегодня Мэри Джейн рылась по всему бункеру и нашла семена. Мы не знаем, что это за семена. Возможно, это яблоко или вишня. Используют ли нам бутылку воды, чтобы завести свой огород? Какой огород? У меня пол бутылки. Нет. К сожалению. Кто-то умирает? Это ужасно. Мы не можем спать. Ну, ладно. И сейчас должен вернуться папа. Какого хрена? Тимми? Ты дурак? Мэри Джейн? Господи, с вами что, ребята? Сходит с ума, сильно устал, здравомыслие Долорес под сомнением. Папа придет, а там виселуха. Сейчас должен вернуться отец. 31 день, где папа? Какого хрена? Я что, дал суп просто так? Ты-то был снаружи слишком долго и до сих пор не вернулся. Мы опасаемся, что он не вернется. Ну, папа, почему папа не возвращается? Папа, вернись. Замечательно. 33 день, папы все нет. Пора взрослеть, Тимми. Санты не существует. Господи, его жизнь не станет прежней. И, естественно, он же пережил апокалипсис. Какие у тебя злые шутки, Сердж? Какого хрена батя еще не вернулся? Радио. Давайте используем радио. День 35. Ох, черт возьми. Внутри радио что-то взорвалось и загорелось. Замечательно. День 36, папы все нет. Потрясающе. Помоемся, это конец. Это гейм овер, гайса. Сегодня мы поиграли в прятки в течение 10 секунд. И то только из-за того, что в бункере на миг погас свет. У меня нет воды. Я бы дал, но нет воды, понимаете? Нет воды. Кажется, это гейм овер. Да, это конец, чуваки. Все сдохли. Мэри Джейн куда-то пропала. А вот Долорес выглядит сексуальненько. Когда Мэри Джейн узнала, что она не получит ни капли воды, она пришла в ярость. Она выбежала на пустоши, крича через плечо, что мы пожалеем об этом. И что она добудет себе воду, так или иначе. Мы серьезно напуганы сейчас. Недостаток воды свел Тимми с ума. Он открыл дверь убежища и убежал. Вероятно, он не вернется. У нас было несколько капель воды, и мы опасались того, что случилось. Долорес умерла от жажды. Прошлой ночью. Из всех мест, в которых мы могли погибнуть, это вероятно лучшее. Или может быть нет. Вы продержались 37 дней. Ну, я красавец. В общем-то, на этом все, дорогие друзья. Я знаю, что многие чуваки, которые снимали видео по этой игре, не доходили даже до 15 дня. А я с первого раза и 37. Царь. Такие дела. Не забывайте ставить пальчики вверх под эти видео. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Также пишите в комментариях игрушки, которые вы хотите видеть на канале. На видео. Да, я их обязательно запишу. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Добавляйте меня в друзья ВК. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok